Отец Наш Небесный, мы благодарны Тебе за это торжество. Торжество Твоего Слова в нашей жизни и торжество сохранения Твоим Словом наших жизней. Все пройдет, но Слово Твое вечное. Мы так благодарны Тебе, Господь, за каждую порцию, которой Ты кормишь, и песнопение, и вступление, Господь. Мы благодарны Тебе за Духа Святого, за эту могучую силу, за это удивительное, сверхъестественное помазание, которое каждый из нас имеет, и все мы, за эту значимость Тебя в наших жизнях. Благослови изобильно, Господь, это Слово. Благослови, Господь, нашим удивительным покоем, Твоим покоем и радостью. Все совершилось в Тебе. Удивительно, Господь, и все совершается. Во имя Твоего Иисуса мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Замечательное вступление, значимость. Сколько действительно люди хотят быть выдающимися, чтобы их заметили. А не выдающийся Иоанн Богослов на каторге, в мешковины закутавшийся, им можно было бы пренебречь, а он был в престольном зале Господа Иисуса Христа. И Христос лично и ему сообщал свои тайны. Величие Бога и значение для Бога, того человека, которого он сотворил. Замечательно. Верность Бога в каждом шаге в нашей жизни. Мы с вами в сезоне Рождества. Это замечательное размышление о его пути к нашим сердцам. Кто в последнее время видел ангелов? Поднимите руку. Очень хорошо. Так, Труя. У нас вот Инна. Кто? А, и ты видел, и Петр сюда добавился. Очень хорошо. Далеко ли ангелы? О, можно сказать. Это же другое измерение, правда? Вот. И кажется, оно такое далекое. Можно сидеть в темную ночь у костра. Где-то блеют овечки, которых готовят к тому, чтобы они стали овечками, которых будут приносить жертву. Пастухи сидят, разговаривают о чем-то, на звезды смотрят. Насколько близок этот мир материальный. И вдруг раз. И те, которые, казалось бы, далеко, находятся рядом. И это явление настолько пронзительное и поражающее воображение. Это явление, с которым, встречаясь, люди могут бояться за свою жизнь. Потому что оно необычное. Неизвестно, что эта великая личность скажет, что сделает. Мы с вами видим во второй главе Евангелия от Луки в восьмом стихе. В той местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень. Кто предстал? Ангел. Давайте вместе скажем. Предстал пред ними ангел Господень. Еще раз. Предстал пред ними ангел Господень. Пастухи и ангел Господень. Пастухи и ангел Господень. Пастухи и ирод великий. Для которого пастухи ничего не значат. Ангел Господь. Об этом событии они скажут никак иначе, как «пойдемте и посмотрим». Такое сообщение было сказано нам Господом. Господь приблизился. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами совершенно четко ориентировались в нашей жизни, в этом понимании. Первое. Господь близко. Это нужно знать. Для нас, верующих, это самое важное. Он рядом. Он не где-то. Мы с вами можем быть в отдалении, но Он рядом. Как бы мы ни удалялись, Он всегда будет рядом. 138-й псалом, с 1 по 7 стихи. Куда бы мы ни уходили, даже если бы свою постель мы сделали в аду, и Он там. Это очень важно помнить. Явился не какой-то сверчок, который бы сообщил какую-то весть, как это произошло во всем, для всех нас любимой классики. Помните, да? Где это рассказывается? Сверчок, который сообщал. А? Пиноккио, Буратино. Классику не знает. Но мне удалось увезти вас в другую степь. Итак, сверчка отставим, Буратино отставим. Смотрите, что происходит. Что Господь, родившийся Господь, сущий везде, посылает своего ангела великого к этим пастухам. Для нас эта картина такая, что мы, эти пастухи, к нам посылаются. Я задал вопрос в самом начале, кто из вас встречался с ангелами? Сейчас это происходит. Потому что Дух Святой говорит церкви. Сейчас перед вами ангел. Потому что кто я такой? Ну, по-другому-то никак не скажешь. Ангелы есть ангелы. Посмотрите. У ангела есть значение. Это такое значение сообщающий, вестник. Мы с вами, когда говорим слова Божьи, мы ангелы Божьи, мы вестники Божьи. Они там убоялись. Меня не надо бояться. И я не призываю, чтобы вы друг друга боялись. Но когда говорится слово Божье, то лучше бы его воспринять. Потому что там совершается тайна. Вот сегодня пастор Ешар говорил о человеке, который может быть выдающимся. Ну, предположим, человек ростом 2 метра. Ну, выдающийся, правда? А если в 3 метра? Это Голиаф. Правда? Да его вообще видно. Вы знаете, какой он будет, если у него убрать внутреннюю всю пустоту? Сергей, знаете? Не знаете? Каждый из нас, если убрать... Ну, хорошо, чтобы вы знали, что мы пустые, совершенно пустые, то я вам объясню ядерную некоторую математику. Если бы взять и увеличить ядро... Ну, вот атом... Да, это ядро. Это электрон. Или же облачко электронное. Вот если бы это ядро увеличить до размера футбольного мяча, то атом отодвинулся бы на 23 километра. 23 километра. А до следующего ядра... Не атом, а ядро. А до следующего ядра от этого, от электрона этого ядра еще 23 километра. То есть около 50 километров от одного до другого ядра, который был бы увеличен, ядро бы... Типа футбольного мяча. Большая, правда? Пустота. А теперь, если мы все это уберем, и электрон сблизится с ядром, то оказывается эта частичка всего нашего тела будет такая, представлять из себя. Ну, предположим, в 3 или 5 тысячных миллиметра. Да не видно ее. Без микроскопа не видно. Не видно. Но мы с вами такие большие, и 3 метра, и 2 метра, и Ирод великий, там о себе очень много думал. Господь нас такими сделал. Господь дал нам это пространство. Но оно еще выше. Это наше пространство физическое, а пространство душевное, оно способно через Слово Божье достигать высот Бога. достигать знаний Бога. Мы сегодня, когда шли не утром, а днем на остановку, и мимо нас проскакивают молодые люди, и они так целеустремленно куда-то бегут. Я так подумал, что, да, много целей у человека, но есть только лишь одна значимая. И по этой цели, по этой дорожке мы с вами сюда пришли для того, чтобы обнаружить и утвердиться вот в этой истине, что Господь близко. Откуда это произошло? Вот этот путь, когда ангел явился пастухам. Если вы возьмете и откроете Библию Эдемский сад, то вы обнаружите, что так и произошло. Когда человек удалился в третьей главе бытия, он удалился в кустике, чтобы спрятаться от Бога. Бог пришел к нему. Бог явился ему. Пастух пришел. И его цель, и цель Бога, это всегда найти, искать. Искать это обозначает, он приближается. Мы можем удаляться. Мы можем очень важные события в нашей жизни ими пренебрегать. Я не говорю это в укор. Но я открываю перед нами всеми великую тайну. Потому что будет такое время, когда этого события не будет. Здесь мы с вами приобретаем богатство, веры. И по этой вере мы открываем вот это событие собрания в церкви, событие, когда мы встречаемся друг с другом, событие, когда мы разговариваем по телефону, событие, когда мы ценим слово Бога, когда мы преклоняем колени, когда мы молимся за другого человека, когда мы думаем о Господе. Это все его приближение. Это все его результаты, где он нас нашел. Там, где вы стали думать о Боге, это событие очень важное, потому что Бог вас нашел там. Мы здесь не потому, что это мы сами пришли только, хотя мы это сделали. Но мы здесь потому, что он достучался до нашего сердца. И мы стали планировать, а когда планируем мы, также нам нужно было, чтобы он в своих поисках обязательно сделал следующее, нашел бы нас. ангел приземлился или же явился нигде-то в другой стране. А где же пастухи? Вроде бы там, когда был у себя на месте, все так было четко и понятно. Нет, он целенаправленно это сделал. Кроме того, когда он ищет, он с нами разговаривает, когда мы слышим, то мы приблизились. Когда мы услышали, то что происходит тогда? Какое событие? Он нашел. Когда мы, нам кажется, что мы приблизились, что мы стали вникать в то, что мы слышим, это обозначает, пошел процесс откровения, он нас нашел, он прошел через наши барьеры. И когда он прошел через наши барьеры, он говорит удивительные вещи. Давайте посмотрим, что он здесь говорит. И сказал им ангел, 10 стих, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Это откровение. Теперь давайте мы перейдем на наше время. Вот ангел говорит две тысячи лет назад. Живы ли эти слова сейчас? Да, они звучат и сегодня. И мы слышим их сейчас, что «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом». То есть это обозначает, что в этом городе когда-то родился и Давид тоже. «В городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Какой знак? Вот это слово «найдете», объясните. Что оно обозначает? Он говорит, «И вы найдете». Вот вам знак. Он разговаривает, где они там сидят, может, у костра, греются. Он их нашел. И что? Им нужно пойти искать. Он им говорит, и вы найдете. Он указал направление, где найдете. А вот это слово «найдете» это говорит разве о направлении? Вы найдете, это уже совершившийся факт. Это будет, так и произойдет. И можно было бы сказать, «А моя свободная воля? А может быть, я не пойду?» Ничего. Кто захочет, то ничего страшного. Не пойдешь сегодня, не пойдешь завтра, через миллион лет. Но я знаю, что ты пойдешь. И когда ты пойдешь, то что будет? То ты найдешь. Вы слышите, да, что я хочу сказать? Всякий раз, когда мы приходим сюда, и кроме того, еще раз, очень внимательными будьте к тому, что вы слышите. Если это от Духа Святого, согласно с Библией, то лучше, как сегодня пастор Айшар так замечательно сказал, «Если я не понимаю, то рву инструкцию». Ага, что это написано? Нет, я следую инструкции. Недавно я слышал такую фразу, она мне понравилась. почему в армии есть утверждение такое, приказы не обсуждаются? Слышали такое? Ну, кто в армии был, вот я вижу, слышали? Я не был там в американской... Он говорит, если противоречит вашей мере, то вы можете не исполнить приказ. В России расстрел. Уводит в сторону, это не моя мысль. Сейчас, сейчас, одну секунду. Итак, любая армия, любая армия, независимо от того, какая она там, демократическая или нет, суть заключается в следующем. Да, ну вот та мысль, которую я хотел донести до вас, что когда, говорится, приказ, солдат не знает, что там произойдет, ему не все открыто. Кроме того, ему нужно просто идти и выполнить. А пока что корректуру вот эту вот забудем. Потому что во время шествия этот приказ может быть и изменен. Да? А теперь посмотрите, у Бога будет так? У него может быть. Он может быть отложен из-за нашего несогласия. Но он никогда не откажется от нас. он обязательно будет снова и снова и снова искать. А потом, когда он находит нас, то он обязательно разговаривает. И по мере того, скажите, что вы слышите в слове убеждения? Какой корень? Убегать. А когда вы бежите в какое-то определенное место? Вот когда что-то происходит, вы куда бежите? Да куда глаза глядят, туда бегут? Стена, стена, там столб, столб. Сегодня я видел на Фейсбуке в Баку автобус врезался в столб посередине улицы. Ну и написано, вот у нас в Баку так автобусы ходят. Да, глупость. Ну, задумался о чем-то водитель. но я хочу сказать, что убеждение это убежище, это означает, что я знаю, а я знаю только лишь в том случае, когда несколько раз туда был приведен. Убеждение это несколько раз, и Бог нас проводит этими путями один, второй, третий раз. Почему мы с вами, но некоторые из вас приходят на каждое служение. Почему? Да потому, что мы имеем убеждение, что там Бог нас кормит пищей. И кроме того, мы обнаруживаем, что когда Он нашел, то для нас это обозначает откровение, а мы Его принимаем. И это откровение совершается таким образом, Он говорит, когда вы найдете Его, идите, там младенец будет, вы найдете Его, и они что сделали? Они взяли и послушались и пошли. Можно было бы сказать, если бы мне Ангел явился, я бы уже двадцать раз туда сбегал. Правда? Когда Иисус явился, когда Он воскресший пришел к Своим ученикам, и об этом говорится в двадцать восьмой главе Евангелия от Матфея в девятнадцатом стихе, когда Он пришел к своим ученикам, некоторые приняли Его, это обозначает, что они-то уже давно Его приняли, но в этот момент они Его приняли, а другие усомнились, но Он пришел для всех, и для тех, кто приняли, и не торопитесь осуждать тех, которые не приняли. посмотрите, потому что мы с вами, получив откровение, становимся обязательно теми людьми, не только с которыми Бог работает, а через которых Он работает. Что стало с пастухами этими? Да они побежали, когда они увидели, что все это произошло, они везде пошли, везде стали говорить все эти подробности, и Ангел что сказал им, и что они увидели, когда пришли в Вифлеем, и про младенца, и так далее, и можно было бы сказать, а как это интересно, пастухи стали так много разговаривать, кто их слышал, да люди слышат, они хотят слышать эту весть, будут те люди, которые сегодня ворчат, но мы говорим не только для них, однажды кто-то сказал, когда стояло несколько человек, и кто-то из них сказал, да ладно, я не хочу тебя слушать, ну не хочешь, это ничего, нормально, ты можешь отойти, остальные слушают, ты же не можешь говорить за всех, я спрашиваю, а вы тоже не хотите, чтобы я с вами разговаривал, нет, нет, разговаривайте, и тот человек тогда тоже остался, ну так как все слушают, и он послушает, и через некоторое время он стал задавать вопросы, мы с вами являемся теми людьми, которые являются очень значимыми, каждый из нас, Иисус умер за кого? За всех, еще раз, и даже за грешников, которые пойдут в ад? Конечно, за всех, и крови его было достаточно для того, чтобы спасся каждый, ни одного он не предназначил для того, чтобы человек, какой-либо человек пошел в ад, ни одного, а это и это не зависит от нашего искусства, как мы удачно или неудачно евангелизируем, потому что один из проповедников, это, по-моему, в 19 веке было в Великобритании, проповедь его была с точки зрения искусства проповеди незажигательная абсолютно, это была проповедь, на которой бы в современном мире люди бы все заснули, но там люди плакали, они плакали и стонали из-за того, что они такие грешные, им нужно было это освобождение, им нужен был этот спаситель, которого этот человек и явил, и появилось и в Англии пошло после этой проповеди целое направление пробуждения, Дух Святой действует, всегда ли так происходит? Мы с вами видим такие удивительные похождения апостола Павла и можно было бы сказать, у него только церковь за церковью, церковь за церковью, да нет, и тюрьма за тюрьмою, и избиение за избиением, разное бывает, но не в этом суть, суть заключается в том, что все мы поначалу прячемся в своих кустиках, где не думаем, что Господь близко, а Он рядом, все мы сидим у своего костра, и Он ищет, все мы сидим, и вдруг Он является в наших умах, и у нас происходит как бы взрыв внутри нашего ума, как об этом говорится в послании к Ефесянам во второй главе, в первой главе, в тринадцатом стихе, давайте откроем Смотрите, как замечательно последовательность какая, первая глава, тринадцатый стих, в нем в Иисусе Христе и вы, услышав слово истины, итак, первое, мы услышали, что мы услышали? То есть, первым было все-таки слово истины, потом мы услышали благовествование нашего спасения. Вот суть этого слова. Потом происходит следующее, и уверовав в него, сначала услышали, и вот этот процесс, когда он ищет, 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 и потом находит, и уверовали в него, запечатлены обетованным Духом Святым. Вот оно, где рождение произошло. Но от рождения, от рождения, точно так же, как и физического человека, до того, когда он произнесет первые слова, пройдет много времени. я иногда смотрю на мам и удивляюсь, насколько они хотят, чтобы произошли вещи как-то быстро. Думаю, интересно, в детстве, когда вы были теми мамами, которые кормили, и за дня в день ухаживали, и он почти не растет ребенок, вы его и не видите растущим. Сколько терпения было! Что это было? Это был дар Бога, дар терпения на этот период времени. А потом кажется, что нужно все выполнять быстро, а у Бога к нам есть такое терпение, потому что он знает, что здесь мы можем застрять, и он будет все равно искать, искать, найдет. И суть заключается в том, что он хочет вложить свою вечность в наши сердца, и чтобы мы поняли не мудростью, не богатством, не своим продвижением хвались, а тем, что знаешь Господа Иисуса Христа, и при том знаешь Его как Спасителя. Это очень важно, это откровение откровений, потому что можно было всю Библию разделить на две части. Первая часть ищите Небесного, а вторая часть ищите горнего или Небесного, где Христос воссел, где завершена вся работа, где мы с вами в другой экономике живем, взаимоотношениях, очень терпеливые, очень благодатные, с терпением служим, я включаю себя туда, во всю эту удивительную семью, мне нужно это терпение Господа, так же, как и вам, не торопясь, а мы служим, и потом мы становимся не только теми, с кем Он работает, но и теми, через кого Он несет эту весть. Аминь! Отец наш небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь, за Твое приближение, настойчивость, благодарим Тебя за Твои откровения, благодарим Тебя за Твою работу в нас и к нам, и через нас. И вот уже мы вестники Твои, ангелы Твои, посланца с величайшей вестью о Тебе Господь Христос. Слава Тебе! Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите Его в ваше сердце, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову приведи меня в Церковь Слово Твоего. Помогай, спасай, прощай, люби, давай благодать и милость. Во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь. Аминь! Спасибо, вы такие замечательные души были. Слава Богу! Аминь! Иисус Христос